Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Сегодня мы отправляемся на мастер-класс, а учиться мы будем, как приготовить латышское национальное блюдо – кровяную колбасу. И параллельно мы познакомимся с звучанием национального инструмента «CITARS». ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ Антра Готлафа, которая предложила этот мастер-класс, сегодня будет нам показывать три метода приготовления кровяной колбасы. Как это делали в старые времена, при помощи бутылки, потом при помощи мясорубки со специальным наконечником и уже в сегодняшние дни используя настоящую электрическую мясорубку. Кровяные колбасы – традиционное блюдо латвийской и других европейских кухонь. Они также известны в Америке, Азии и даже в Африке. В Латвии в конце года кровяная колбаса является одним из самых востребованных продуктов. Раньше кровяную или крупяную колбасу можно было приготовить на селе, практически в каждом доме. Но с течением времени образ жизни изменился. Для приготовления кровяной колбасы нужна свежая свиная кровь. А это стало редкой возможностью. Теперь мало кто держит дома скот. Асенс десес или путраем десес по-латышски – осенне-зимнее блюдо, которое издревле традиционно подавалось к рождественскому столу. Достоверных сведений об изобретателе колбас, который первым додумался наполнять кишки домашнего скота смесью мяса, крови, специи и трав, в полной мере используя все, что может дать забитое животное, нет. Первый зафиксированный рецепт кровяной колбасы можно найти в кулинарной книге А пицца – кулинарное искусство, четвертый век. Причем эта кровяная колбаса не содержит крупы. В нее добавляются вареные яичные желтки. Кулинарное искусство Поскольку свиней издревле разводили во многих странах Европы, а фермеры с самого разного достатка держали свинью дома, кровяные колбасы готовились и подавались к столу на праздники не только во дворцах, но и в крестьянских домах, кабаках и продавались на рынках. Когда в каждом хозяйстве Латвии еще выращивали и забивали свиней, колбасу готовили в день так называемых похорон свиньи, потому что кровь очень быстро портится. Если погода была очень холодной, то ее можно было заморозить и использовать чуть позже. Эту работу не могут выполнять люди со слабыми нервами, теряющие сознание при виде крови. Хотя в черных колбасах всего несколько ингредиентов, они, как правило, очень разные. Помимо крови в колбасы добавляют ячменную крупу, свинину и сало, соль, черный перец, а затем начинаются различные вариации специй и трав. Мята, ароматные травы, ревень, лук, чеснок, мускатный орех, душистый перец и другие. Обычно на 1 кг ячменной крупы или крупы на ваш выбор нужно 3,5 литра воды, 1,5 литра свиной крови, 200 г свиного жира, 200-300 г свинины, 2 луковицы и 2 столовые ложки соли. Приготовленную колбасу сначала отваривают в большом котле, а потом уже поджаривают. Сегодня в Латвии действуют правила, которые строго определяют, где и как забивают мясных животных, как осуществляется торговля мясом и субпродуктами. Можно ли приготовить кровяную колбасу дома? Да, уже чистые и готовые к употреблению свиные кишки можно купить в супермаркетах, поискать их также в ларьках с фасованным мясом. Также можно купить кровь. Но как лучше всего испечь приготовленную колбасу? На сковороде, в духовке или в печи. Кровяные колбасы можно быстрее запечь на сковороде, но у запеченных в духовке или в печи корочка натуральной оболочки будет более хрустящей. При жарке на сковороде, когда она теплая, наколите кровяную колбасу вилкой и дайте ей поджариться на сковороде. Выпекать нужно с каждой стороны около 10 минут, время от времени переворачивая на другую сторону. Когда колбаски будут готовы, подавайте их с брусничным вареньем или сметаной. Антра приготовила для нас свежее брусничное варенье. Это очень вкусно! Капис отгаза! Ну, как все виды. Гарш. Гарш. Бурлый, как беби. Да. В cafe, ну, там футеринс у броди, и он изпилит все, что ты говоришь, как тут так. Все видны. Как тебе? Что? Нет, ладно. Да, ладно. Ты, как-то, как ты таксится, не? Нет, может быть. Мне кажется, что, Спасибо веселой и активной компании, собравшейся в воскресенье в школе ремесел поселка Саркани и приготовившей колбаски по рецепту антры котлау. А чтобы есть колбаски было веселее, преподаватель игры на коклы Зита раздала участникам мастер-класса латышский народный инструмент коклы. Ра-та, Ра-ти, Ра-ри, 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 Ра, ла- ла. Есть старая поговорка Колбаса как политика Людям лучше не знать, как ее делают Вот такое у нас было познавательное Веселое воскресенье в Мадоннском крае в Латвии Не пропустите мое следующее интересное видео Узнавайте новое вместе со мной Поставьте лайк Подпишитесь на мой канал И напишите свой отзыв в комментариях До встречи в следующем ролике Ваша зажигалочка